Песня по праву, потому что у тебя она нам решена. Господи, просим Тебя, благослови наше занятие, пребудь с нами в этот воскресный день. Сохрани нас в любви, согласии и единомыслии по слову Твоему. Тебе же славу отсылаем, Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда и вовеки веку. Аминь. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь. Евангелие от Марка, 12 глава. Сережа, разреши меня, одно дело, ребятишек отпустить. Что же их отпускать? Пусть они остаются. О, Игнатия Васильевна. Там не было, что-то другое. Нет, не было. Молодежь. Помогу позови сюда. Без нашего писью разрешения, она может не запустить книжку ты домой. Союз ребятишек. Так, вот я книжки принес, подари. Они не вредные, но подержи, подними. Ну, только левой рукой. Ничего не вредные. Сколько пола заходи. Вот. Здесь Светлана Копылова, она поет, как отец один, разбогател маленько, ну, предприниматель. И решил ребенка отправить к родне, в деревню. Пусть посмотрит, как люди живут-то. А мы вот. И когда вернулся, через неделю, там, сын его отпешил, говорит, папа, у нас, говорит, светильники тут светят, а у них звезды. У нас тут бассейн, а у них море рядом. Ну, и дальше все говорит, отец сразу приуныл, говорит. Вот я хочу показать книги, вчера достал. Ну, просьба не выбрасывать. Даю бесплатно. И вы их сохраните, узнаете, как богатые дурно живут. И никогда не жаляйтесь, что вы бедные. Посмотрите. Золото. Так, у кого дети, я им подарю. Продолжение. Так. Вот это вот, как книжка, это вам. Слушай. Держи. Держи. Вот это. О, давай. Так. Это тебе. Никогда не завидуй богатым. Ты узнаешь, как они дурно живут. Кому не хватит, то не надо зайдеть. Вот такая люстра у дыбуновых, по-моему. Нет, это другая. Все. Свободно. Так, еще одну. Там раз включаешь, такая, потом другая. Дать тебе. Держи. А что, столечко не есть? Это все про светильники, знаете. И там вредного еще нет? Ничего вредного. Какие светильники? Это про христиан. Горячие. Есть еще 200 вариантов. О, какие красивые. Чтобы мы горели так, как вот эти светильники. И вот светильнички. Видите, а? Держите, это вам. Нет, мне это вам не понравилось. Вам еще можно. Которые вы в прошлый раз приносили, вот такие небольшие библии. Открываем. Ужас, уже есть. А давайте вам подарим. А? Не знаю. Игнатий Тихонович. Где вы такие взяли-то? Игнатий Тихонович, а этим дроботам-то что они подарили? Дроботам-то вот такой-то, да? Вот такая же? Нет, не такая. Вот эта лучшая. Никогда этим не завидуют. У них все нужно. Нет, не посмотрю, а тут интервью нет. Бальчики покажите. Бальчики вам интересуются. У нас пибли и бальчики. Да, бальчики. Мне дали, что ли, нет? Ну, мне дали. Тебе надо? Девчонка. Когда совсем обидеете, это обиде чего-то. Да. Хорошая? Это три библии, наверное, на четыре можно сделать. Какая бумага? Ну-ка, подсказка. Это очень прикольно. Виситочка. Вот так вот вам надо сделать у себя бумага. Вот так. Игнатий Тихонович, виситка здесь нашел. О-о-о. 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 У меня там еще осталось несколько. Машки. Кстати, виситка. Знаете, если нет библии, вы можете детскую сумму приносить. Все эти небольшие. Есть у вас, я спрашиваю. Там везде люди. Я спрашиваю. Библия такая детская была небольшая. Где? Вот, недели две назад приносили сюда. Ну, забрали, видимо. Еще нам больше. Больше нет у вас? Ну, там еще есть. Где-то. В другом месте. Ну, не у меня. Ну, принесли, пожалуйста. Еще можно. У меня попросили. Ну, ладно. У меня детей. Даже две. Брат, смотри, как все ожили сразу. Все, убирай из рук. Из рук убирай. Евангелие от Марка 12, глава с 1 по 9 стихи. И начал говорить им притчами. Некоторый человек насадил виноградник и обнес ограду. И выкопал точила и построил башню. И отдав его виноградарям, отлучился. И послал в свое время к виноградарям слугу принять от виноградаря плодов из виноградников. Они же, схватив его, били и отослали ни с чем. А опять послал к одним другого слугу. И тому камнями разбили голову и отпустили его с бесчестием. И опять иного послал, и того убили, и многих других то убили, то убивали. Имея же еще одного сына любезного ему, напоследок послал и его к ним, говоря, «Последятся сына моего». Но виноградари сказали друг другу, это наследник, пойдем убьем его, и наследство будет наше. И схватив его, убили и выбросили вон от виноградника. Что же сделает хозяин виноградника? Придет и придаст смерти виноградарям и отдаст виноградник другим. Толкование. Виноград означает иудейский народ, который насадил Господь. Охрани то, что насадила десница твоя, и отрасли, которые ты укрепил себе. Псалом 79, 16. И еще. Введи его и насади его на горе достояния твоего. Исход 15, 17. Под оградою, разумеется, закон, не допускавший иудеев смешиваться с другими народами. Башня есть храм, который был великолепен. Тачилом означается жертвенник, на котором проливалась жертвенная кровь. Бог отдал народ свой делателям, то есть учителям и правителям иудейским, всем в свое время. Он послал сперва одного раба, то есть пророков, бывших около времени Илии. Например, Михея, которого бил он же пророк Сидекия. Читаем об этом в 3 книге царств 22-24. Послал другого, которому камнями пробили голову и таким же образом нанесли полное поругание. Можно относить это ко времени Осии и Исаии. Послал и третьего раба, что можно разуметь о пророках времен плена иудейского. Например, о Данииле и Изакиииле. Наконец, Бог послал сына своего, который назван человеком ради человеколюбия. Но злые делатели, зная, что это наследник виноградника, вывели его вон из виноградника, то есть из Иерусалима и умертвили. Христос действительно распят был вне города. Зато господин виноградника, отец убиенного сына, или лучше сам убиенный сын, погубится делателей, предав им их римлянам. А виноградник свой отдаст другим делателям, то есть апостолам. Хочешь ли знать, как апостолы возделали этот виноградник? Прочитай книгу «Деяния апостольских» и ты увидишь, как три тысячи и пять тысяч душ вдруг уверовали и стали приносить Богу плод. У кого есть вопросы по этой притче? Как сегодня к нам это относится? К нам это относится так, что если стали Богу приносить плод, значит они стали рассказывать о вере своей, Иисусе Христе, о том, что их ожидает, и это к нам относится так, чтобы мы тоже благовествовали, чтобы приносили плод. Тех, кто нуждается в этом слове, надо ходить на благовестие, чтобы иметь плоды для Бога. И что случилось дальше с апостолами, вы знаете ихнюю кончину? Всех убили, один Иоанн, только любимый ученик Христа, был признан. Петра распяли вниз головой, всех и тех пророков тоже побивали камнями, кто нес Слово Божие, кто благовествовал, кто оказывал любовь ближним своим, обличал ли. А почему убили? Потому что наследник. А кто убил? А вот тогдашняя, так скажем, церковная власть. Как сегодня это, Господь говорит, сдвину светильники эти и отдам виноградник другим. Сегодня прозвучала цифра, 1257 храмов было разрушено и около 5000 монастырей, если я не ошибаюсь. 57 тысяч храмов? 57 тысяч храмов, 1275 монастырей. Разрушено было. Почему? Потому что скрыли Слово Божие, не было распространения монастырей, то есть сковали за все. Плода не приносили. Да, и плода не приносили, и Господь отдам виноградник другим. То есть, вот эти вот, и стали в России появляться общины. Вот, и сегодня мы видим и Евангелие распространяют, такие как красные, без как благоводницы, и какое-то благодатное время. И нужно держаться и успевать. Пользоваться этим, да. Вот я еще недавно читал, что во времена гонений, когда церковь гнали, и когда благоденствие, как сегодня, сейчас, то есть все в изобилии, все в достатке. Библию хочешь, бери, хочешь вагонами, и заказывай, распространяй. Вот это сегодняшнее время в плане спасения, оно труднее. Потому что многие охладевают вере, когда никто не подгоняет, когда нет вот этого вот... Многорестующего. Когда нет запрета на это, и никто тебе, как бы, врагов открытых нету, которые бы тебя сдавили, ты ясно понял, что вот это враг, а это друг. Когда все вот такое вот мешанина такая, обмерщение церкви, когда непонятно, кто враг, кто волк в овече к шкуре, кто овца, кто что. Многие просто, кто не обладают знаниями Библии, им трудно разобраться, где истина, где лошадь. И идут за лжи учителями. За этими же тоже многие шли, которые Христа распяли. И сами потом кричали, распни, распни, сына. И перед этим кричали, осанну, осанну. Можно еще? Да. Вот касательно того, что апостолов, которых убили, они, ну как, сами даже не хотели, чтобы их снова, как бы, или кто выкупил, или как, знаете, технически рассказал. А вот как раз апостола Иоанна, вот трижды убивали, и они его не могли убить. Это как камень. Они его не могли убить, и они просто сослали его, чтобы он умирал один на острове, откуда он потом вот этот апокалипсис написал. Все были гонимы, и Христос предупреждал, что если вы мои ученики будете, как вы знаете, что, во-первых, вы будете иметь любовь между собой. Сегодня тоже приводили пример, то есть, вернее, перепутал, нет. Про пучок сегодня рассказывали. Про медик. Сегодня, да. То, что у нас вчера еще надо оценить. Уже вчера. То есть, по одному нам все переломают, а когда они увидят, что мы единомысленны, что мы община... Поддерживаем. Труднее взять, да. Да, и уже как бы... Только сжечь. Да. Только сжечь. Только в них это только можно сжечь. Его не сломаешь уже. Он нас свежий. Мы единомысленны. Единомысленны в чем? Мы против, у коммунизма. Почему мы отделились от Московской Патрахии? Давайте вспомним. Почему вот эти вот сейчас у нас такой раскол как бы назревает? Идти туда, Игнать Тихонич говорит, не ходите туда, это смерть, это ад. Вас по одному там переломают. Как ломали, я вот читал в Бойках, 99% не уставили, все пошли вот за деньгами. Все в церквах были, но детей... Ты согласен, чтобы дети не ходили? А ты ходи, мы тебя трогать не будем. И все согласились. Как сатана делать, чтобы дети не знали ничего. Да. Ты веришь, что в церкви церкви придет конец? А он придет, потому что мы добьемся этого. Последнего Попа повесим на осень. Все. Или сейчас умираю, или вот просто вот... Ты же веришь, 99% на этом соблазнили, на детях. Во-первых, детей жалко. Ну пусть они уж какое-то. Главное, чтобы в церкви сохранились. Вот. И сегодня вот эта притча, она нам говорит, чтобы вот мы... Ограда, закон. У нас какая ограда? У нас каноны церковные. Если мы за эти каноны выходить не будем, нас Господь будет хранить. Если мы начнем сами эти каноны попирать, то... Ничего не... Мы рассыпемся? Да, мы рассыпемся. Плодок не будет, ветка отрежется, сигарет огня. Да. Марка, 12, глава, 10-12 стих. Неужели вы не читали сего в Писании? Камень, который отвергли строители, тот самый сделал с огловой угла. Это ады Господа и есть дивно в очах наших. И старались схватить его, но побоялись народа, ибо поняли, что о них сказал притчу, и оставив его, отошли. Толкование. Через все это Господь показывает, что иудеи отвержены, а язычники приняты. Камень есть сам Господь, а зиждущие суть учителя народа. Таким образом, когда пренебрегли эти... Таким образом, простите, кого с большой буквы пренебрегли эти учители, тот, то есть Христос, стал во главу угла, сделавшись главою церкви. Ибо угол означает церковь, которая совокупляет и соединяет всех, иудеев и язычников. Вот как две стены, одна стена иудеев, и язычники, а камень Христос, он соединяет глава угла. Подобно как и угол соединяет две стены, сводя их в себе вместе. Вопросы. Понятно? Марка, 12 глава, 13-17 стих. И посылают к нему, с большой буквы, ко Христу, некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить его в слове. А они же, придя, говорят ему, учитель, мы знаем, что ты справедлив, и заботишься об угождении, и не заботишься. Беда со мной, я не выбрасываю. Они же, придя, говорят ему, а может это для того, чтобы заострить на этом внимание, так Господь делает именно что-то. Они же, придя, говорят ему, учитель, мы знаем, что ты справедлив, и не заботишься об угождении кому-либо, то есть не человекоугодник, то есть листят его, ибо не смотришь ни на кого лице, ни на какое лице, но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать, подать кесарю или нет? Давать ли нам, или не давать? Но он сказал, но он, зная их лицемерие, сказал им, что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его. И принесли. Тогда говорит им, чье это изображение и надпись? Они сказали ему, кесаревы, Иисус сказал им в ответ, отдавайте кесарево кесарю, а Божие Богу. И дивились ему. Толкование. Об иродианах сказали мы в другом месте, что это была какая-то новоявившаяся секта людей, называвших Ирода Христом, по той причине, что в его время кончилось преемство царей иудейских. А другие говорят, что иродианами называются здесь воины иродовы, которых фарисеи взяли с тем, чтобы они были свидетелями того, что скажет Христос, а потом могли взять его и отвезти к суду. Но посмотришь на злонравие их, с каким ласкательством они покушаются обольстить Господа. Знаем, говорят, что ты не смотришь на лица человеков, а потому не убоишься и самого кесаря. Все же это было только лукавством, чтобы во всяком случае уловить его. Ибо если бы он сказал, что должно кесарю платить подать, они обвинили бы его перед народом в том, что он порабощает народ чужому игу. А если бы сказал, что не должно, в таком случае они могли обвинить его в возмущении народа против кесаря. Но источник премудрости избегает их козней. Покажите мне, говорит, монету, и, видя на ней изображение кесаря, сказал, что имеете на себе, что имеет на себе такое изображение, то отдавайте лицу изображаемому, то есть кесарю, а Божие Богу, то есть обязанность платить дан кесарю, платить дань кесарю, нисколько не препятствует вам в деле богопочитания. Ибо можете и кесарю отдавать, что следует, и Богу воздавать должное. Но у каждого из нас есть своего рода кесарь. Это неизбежная потребность телесная. Итак, Господь заповедует давать и телу, свойственную ему пищу, и потребную одежду, и Божие Богу, то есть посильное бдение, молитву и прочее. Но и дьяволу, и этому кесарю, брось данное тебе от него, как то, гнев, злую похоть, а Богу принеси Божие, смирение, воздержание во всем и прочее. Двояркое такое соревнование. Да, без комментариев-то мы не знаем, как кесарю кесарю, Божий, Божий, да? Вот. На сегодняшний день это налоги. Некоторые скажут, я десятина плачу, чего я буду налоги платить? Чего ради-то? Я под Богом живу, я Ему благодарен, и все. Ну, мы читаем книгу Тавита, он три десятины платил. Вот живой, примерно, наш наставник, знаете, девять десятины, как Господь его обильно благословил. Господь говорит, испытайте меня, не залью ли я на вас, благодать мою. А чем испытать тебя, Господи? Чем? Как? Вернее, десятина и приношение. Вот. По себе знаю, чем больше отдаешь, тем больше Господь тебя благословляет. И в духовном плане, и в материальном, как ни странно. Поэтому, вот тут. А некоторые, ну, они здесь, в этой притче, они хотели уловить Христа. Как бы он не ответил, то есть, если бы он разделил, то есть, сказал бы Кесарю, они бы обвинили бы, ну, как так, ну, народ Божий, какому-то Кесарю будем, что у нас под Игорь, он оккупант, как вот сегодня украинцы, на Россию, оккупант, и что мы им будем там это? А если бы он сказал, Богу отдавайте, а Кесарю не давайте, о, так ты народ против Кесаря, против государства, там, возмущаешься. То есть, вот. Но не надо забывать, что тогда иудеи, они находились в оккупации, то есть, под гнетом, под иглом, то есть, им в обязанность, ну, как бы, дань это будет платить. Кто не платил, они имели, могли спокойно, наверное, и в тюрьму посадить, да, и все. Это сегодня, как-то, ну, не платишь налоги, не платишь. Все равно тебе придет. Как же не платишь, ничего себе. Тебе придет, да, не плачет. Тем более молодыми. Тебе пришел, я плачу. Платишь? Не, ну, ты же, в государстве живешь, закон государства, не ты тоже исполняешь. Кесарю, Кесарю, как бы сказал. Их мы поможем. Идем, и заморозили. у нас 46% предпринимателей, я ехал, разговаривал, 46% 46%. Ну, 46% уже, да. Подоходный, медицинский, там это, страховой, какой, вот, 46%. Поэтому, говорят, рабочих нанимаем, говорит, зарплата, какая сейчас минимальная, там, 11, 600, 670. Сила. Это идет как зарплата, а остальные 10 тысяч, то ему еще, это уже в конверте. Если, говорит, все платить, то, говорит, мне тогда просто закрывайся сегодня, говорит, все. Да, это у него не меньше, чем ООО. Если он нанимает работников, у него плачет, общество, не меньше, либо акция. У ЕПшники тоже так, У ЕПшники иного 6%. У каждого 46% бюджет. А мы платили подоходы, когда до 88-го года я уже служил, священцово, 52,5%. 52,5% и еще, оказывается, 7% бездетности. В смысле 7% бездетности. Да, брали раньше. Плюс еще 7%. Брали не просто брали, а брат, я с армии только пришел, устроился я на работу, первое место берут. Брат пошел меня в прокуратуру, он говорит, как, ну дайте хоть 9 месяцев, чтобы в первый день он женился, 9 месяцев, посчитайте. Как-то да, логично. ну закон такой, вот, а девушек не брали. Мы с матушкой 23-го мая расписались, за 2 месяца ее уже взяли бездетность. Так вот с 1-го хотя бы июня. Сразу. Ну с 1-го июня, какой, хоть опять же, дай, что, 9 месяцев, да, с замужем надо выходить, наверное, была уже, когда на 9 месяцев. До свадьбы надо было. Это уже куда? Раньше в риме. Был у свадька был. Давай закон. Это все платили, никто не возмущался, ничего, это знали, все это платили. Выходило где-то 60% почти. А батюшка, вот, который матери, героини, тем, как это государство помогало, ну, помогало, как сейчас помогает примерно. Вы знаете, сколько детской посуды в Алтайском крае на ребенка в месяц? 168 рублей. Это если не многодетная. Если не многодетная. Если многодетная, Материнский капитал, как он сейчас был тогда? Да, не было. Не было. Выруч капитал? Нет. У вас есть капитал. У нас есть капитал. Так а ты сейчас капитал тоже с ним капитал. Раньше квартиры давали, бесплатно. Да, очень стали. Квартиры давали. Раньше квартиры бесплатно давали. Бесплатно там первое. Бесплатно там первое. Бесплатно. Где-то лазил. Пожарки носишь. Весь мокрый. Батюшка, вот такого переплета ты никогда не видал. Смотри. Переплет может быть. Я не знаю. Личное пользование. Кому надо, берите. Вторая серверская. А мне кажется, он очищает. Вот эта отдельная книжечка, она, наверное, не девается. Мягких отходит. На, Фрося, отдай. Ого. Вот это, Фрося. Это что? Нет, за вас просидорить. Да, вот это папка. И Фрося, не отдай. Это высшего качества. Но это не все. Да. Я знаю, некоторые из вас жизнь поражили и такого сокровища не видали. Пойдем, посмотрим. Сейчас, посмотрим. Голуби. Голуби, дорогие, да, голуби. Да, голубка. Керятный голуби. Голуби, дорогие, Голуби, дорогие, Голуби, дорогие, не отпустите, вы за хвост не держите. Так, держи. Вот так. Я сейчас, посмотри, не дави только. Сейчас я тебе дам, дам, дам. У нас когда-то на столе были, по 8 штук сидели, они ели, и везу, и везу ели. А сейчас нет. Ванна Богословском храме, там специально заходят, в клетках с голубями, можешь голуби взять, сфотографировать и выпустить. 100 рублей стоит. Сколько? 100 рублей. Ну, а почему такое внутреннее? А? 300 рублей, по-четому. Да нет, ну я вот был, 100 рублей, он говорит, не меняет. Это я на Богословском храме. Ну, значит, ни одного, трех голубей у меня. Да нет, а по одному. Он один на нас, и фотографировался, да. а как-то, а чуху летит эти. Ты че красишься? Весь украшенный? Кто не видел голубей? А, нет, это я ударю. А, это я не помню. Град, ты тихо, что, прекратилась вот боляшка, нет? Нет. Смотри, а вы видишь, какой нос у него, совсем не такой дубоносый. Да. Это порода такая, не знаю. Посмотри нос, какой это ты, это разница большая. Ага, разная. Я подошел. Это другая порода такая. Держи, только не урони. Сверху крылья, сверху. Сверху, а то он снизу. Как же она не снизу? А то он тебе гревать начнет. Клевать. Девочки, вы берете в тоже. Куда заотличаете их по полу гендерного веса? Значит, вот так вот, если ее берешь за нос, подождите, если она не сильно дергается, ничто, так, это самка. А если саммест, он вот так вот сразу выгибает. Ну, это так приблизительно. Ну, коту подержите за нос. Это, вот это саммест. От него тут бошоет потом. Покажите за нос. Он ты откуда? С правосадной. О, вот, видишь? Нет, смиренный нею. Смерился за свою чиселку. Солок, значит. Подожди, подожди, подожди. Подожди, подожди, подожди. Смотри. Как он красивый. Да, вот смотри, какие красивые. Он тоже не сопротивляется. Это разная порода. Вот такие вот. И красавец. И красавец. И красавец. И красавец. Солец. Ну, сильно красивый этот. Будешь держать? Прямо. Ну, давай, ты кто за мной выносит его? У нас какие-то разницы. Давай, одну, возьми. Боди, птичка. Синечка. У нас тут. У нас синичек. Ты не держал? А эти красавец. У нас не гоняются. У нас книжки зажравшиеся. Вот жирные. Мои имя отца и сына и святого духа. Аминь. Евангелие от Марка, 12 глава, 18 по 27 стихи. Потом пришли к нему в садукеи, которые говорят, что нет воскресенья. И спросили его, говорят, учитель, Моисей написал нам, если у кого умрет брат и оставит жену, а детей не оставит, то брат его пусть возьмет жену его и восстановит семя брату своему. Было семь братьев. Первый взял жену и, умирая, не оставил детей. Взял ее второй и умер, и он не оставил детей. Также и третий. Брали ее за себя семеро и не оставили детей. После всех умерла и жена. Итак, в воскресенье, когда воскреснут, которого из них будет она женою? Ибо семеро имели ее женою. Иисус сказал им в ответ. Этим ли приводитесь вы в заблуждение, не зная Писаний, ни силы Божьей? Ибо когда из мертвых воскреснут, тогда не будут ни жениться, ни замуж выходить, но будут, как ангелы на небесах. А о мертвых, что они воскреснут, разве не читали вы в книге Моисея, когда Бог при купине сказал ему, Я Бог Авраама, и Бог Исаака, и Бог Иакова. Бог не есть, Бог мертвых, но Бог живых. Итак, вы весьма заблуждаетесь. Толкование. Верите с терпением. Саддукеи были между евреями такие еретики, которые говорили, что нет ни воскресенья, ни ангела, ни духа. Как люди коварные, они выдумывают такую повесть всем, чтобы ею не спровергнуть истину воскресенья. Они дают вопрос о том, чего никогда не бывало и быть не может. А что семь мужей брали один после другого одну и ту же жену, это они выдумали для большего посмеяния над воскресеньем. Так как они в основании своего вопроса представляли закон Моисеев, то он обличает их в незнании Писаний. Вы говорите, не разумеете, о каком воскресенье говорится в Писании. Вы думаете, что в воскресенье будет таково же состояние людей по плоти и душе, как ныне? Нет, не так. Вы не понимаете смысла Писания, да и силы Божьи не постигаете. Вы, видно, обращаете внимание только на трудность дела и потому недоумеваете, как могут разрушиться тела, снова соединиться с душами. Но для силы Божьей это ничего не значит. По воскресенье же состояние воскреши будет нечувственное, но богоподобное и образ жизни ангельский. Ибо мы уже не будем подлежать тлению, но будем жить вечно. По этой причине тогда и брак уничтожится. Ныне брак существует по причине смертности, чтобы, поддерживаясь преемством рода, мы не исчезли. Но тогда, подобно ангелам, люди будут существовать без посредства брака, никогда не умаляться в числе и пребудут всегда без губыли. Еще в другом отношении саддукея оказываются неведущими Писания. Если бы они разумели его, то поняли бы, почему сказано «Я есмь Бог Авраама, Исаака, Иакова», что указывает на живых. Ибо Господь не сказал «Я был, но есмь Бог их» и как бы присущих, а не погибших. Но может быть скажет кто-нибудь, что Господь сказал это только о душе правцев, а не вместе о теле. И что отсюда нельзя заключить о воскресении тела. На это я скажу, что Авраамом называется не одна душа, но совокупно душа и тело. Так как Бог есть Бог и тело, и оно пред Богом живо, а не обратилось в небытие. Далее. Так как саддукеи не веровали только воскресению тел, то и Господь сказал о телах, что они живы у Бога, а не о душах. Последнее признавали и саддукеи. Затем обрати внимание и на то, что в воскресении есть восстание падшего в землю, вправь. Но пала не душа, ибо она бессмертна, а тело. Следовательно, оно и восстанет, снова соединяясь с единосоюзною душою. Вопрос. Вот здесь говорили, что саддукеи вначале говорили, что они не верили в душу. Помните такое? А здесь говорится, что они верили в душах. Если. Когда он повторно дает загадку, это о душах сказал, кто-то скажет, не обязательно саддукеи. А он говорит, что Абрама называется не душа Абрама, а в совокупности тела и душа, когда он жил на земле. Вы поняли, в чем доказательство? Саддукеи не признавали. Нового завета не было. В Ветхом Завете 50 книг, неканонических 39. А они только 5 признавали. Вот саддукеи чем отличается? От сектанты, баптисты. У них Библия 66 книг. Цифра-то какая? У православных 77. Всем полнота. И вот они доказательства начнут говорить. А вот в псалтере написано, что души моей не оставишь вольт. Да, это Давид написал. Что ты берешь там, неканоническое? Она неканоническая для них была. Апокриф. И доказать им никак нельзя было. Оказывается, можно доказать. Там написано, когда Бог встретился с Моисеем и говорит, я Бог Авраама, Исаака и Якова. Ну и что? Я читал. А где тут доказательства? Тут не раскрывай. Надо понять смысл в чем. А смысл в чем? Если у тебя было три сына, а они на фронте погибли, ты не будешь говорить, я отец трех сыновей сейчас. Ты скажешь, у меня было три сына. А когда Бог говорит, он не говорит, был, а есть им. То есть в настоящее время, когда я с Моисеем разговариваю, я их Бог, а они мои дети. Так они умерли. Но спорить не очень, Бог сказал. Я есть им. Там написано. Вот это главное, что в настоящее время, я попутно хотел сказать, вот сколько на земле птиц, ты знаешь, нет? Тихо. И у каждой птицы, не один, там какой-то номер в ней, а много названий выводят. Самый легкий выполняется подбор одного голубя к другому. Курицу очень трудно вывести. Новую породу, гуся еще труднее. И вот, когда откроешь, сколько пород, и увидишь, как только до голубей доходит, так вспышка. Допустим, гусей всего 30 пород в мире, куриц там 35, а голубей 350. А почему? Вопрос сразу, а почему? В первую очередь, они платятся быстро. В год она 2-3 выводка делает. Одним она не останавливается. И кроме того, они под рукой у тебя. Не там, фазана ты поймай сначала, приучи. А голубя нужны нет. Он не клюнет, ничего нет. Но если на гнезде, она клюет тебя и крыльями бьет не дает. Прямо сразу. Только Иисус снесла, и у нее другой характер. И вот сегодня, когда Люя разговаривает, там за что-то судят того, кто работает в интернете. То есть от тебя дети там не родились, поэтому ты так и смотришь. Безразличие. Да зачем это? Но когда они родятся, дети, ты будешь защищать. И того, кто изобрел интернет, Тим Бердерсли. Молиться за него, не то, что от дьявола интернет. Так вот, почему Христос, например, там взял только голубей? Будьте просто как голуби. Почему? Ну почему не воробья, не курицу, ну там разные же есть. Скворцы, кукушки. Только голуби пример Бог взял. А почему? А вот я могу ответить. Голуби, я их держу все время. Дело в том, что если ты разорил гнездо у воробья здесь, он тут не будет. Скворца выгнал из этого, гнездо разорил, он в другое место пойдет искать. Голубь даже сгорит. Все, и он прилетает, и летает на одном месте. Почтовых куриц нету, а почтовые голуби. И показывает сейчас большие это лошадями, там четверка запряженная в Первую мировую войну у немцев, голубятня. И он на фронте. В одном направлении они могут дать сигнал, мобильника не было, а телефон за собой не потащишь. И они говорят, наши разбежники узнали, у русских там-то, там-то войска. Они голубя привязывают, что там закрепили, выпустили, и он не полетит куда-то, он полетит точно к свою голубятню. Вот здесь как выходишь на мост, и обернись туда, и правее маленько там храм, и написано огромными буквами Барнаул. И вот приезжают сюда с разных регионов, с Челябинска, с Томска, с Красноярска, с Иркутска, и собираются в одно место голубятники. Приезжают, как вот наши газель, но только дверка открывается сбоку. Вся дверка переоборудованная. А там у них поилки, кормилки, и когда они доедут сюда, их фотографируют, съемка идет прямо напротив с надписью Барнаул, а Барнаульские голубятники здесь распишутся. И вот так только открывают двери, и они оттуда, шшшш, я говорю, а сколько было? 75. И вот они поднимаются, смотрят, и они даже круг не делают, только взлетели, и Иркутские летят туда, от Томска туда, а которые с севера точно берут на север, а то фурга, его не касается. По сегодняшний день еще ученые до конца не знают, как он, электромагнитные волны, пытались что-то делать, это бесполезно. Соломон не снова. Вот так ты должен, как бы ни было, трудно, чего-то, а Церкви Божией ни на шаг. Люби Господа. Никуда. И пример с голубя. И спрашивают меня, говорят, а как думаете, в Савстве Небесном будут голуби или нет? Я думаю, спрашивать не надо. Я не знаю, коршун будет, не будет, но вполне будет. Почему? Потому что вся тварь в совокупности на этой имущице до ныне, что будет искуплена, освобождена от рабства, к лению, свободу, славу детей Божьих. Как только человек обновленный выйдет, и вся скотина будет обновленная, никакие котики не воскреснут, но каждая тварь будет по паре. Тоже не будет умирать, как в раю. Вот там мы увидим тогда. Ты побежишь скорее к собачкам познакомиться, а я с голубями. А батюшка с барашками. А почему? В виде Агнца и вне голубя, кто святой. Все остальные оказались за бортом. Вот две твари, в виде которых Господь сам себе показал. А в третьей книге Ездры он молится, Ездры говорит, Господи, из всех птиц ты избрал одну голубицу, и всех животных под небесами ты избрал опцу, из всех цветов ты избрал только лилию, из всех народов, Господи, ты нас, евреев, избрал. Из всех городов, только город Иосифон, из всех городов, только город Иерусалим. Яви себя здесь, Господи. У нас ни одного не может разобрать. У нас хоть единицы верующие, а те-то, еретики-то, у них ни одного нет верующего. Сжалься над нами, Господи. Мы твои избранные. Вот фильм «Искупление», когда там Захария выходит такой-то, мы избранный народ, а ему юные говорят, «А что, разве мы не грешим? Разве нам не нужен спаситель? Поскольку открывает знание, курица ничего тебе не даст. Птица собирает пенцо под крылья, а у ядра написано, курица собирается их пенцо. Прямо написано, курица. А ты видел, как вот голубя, а теперь посмотри, как лебедь, у нее обыкновенное тело и крылья. И как только она вывела, у нее крылья вот так изгибаются в виде лодки. Они из воды прямо нижний край у нее низко, они забираются и она плывет. И вот так два рядом кораблика, крылья, и они сидят, выглядывают из-за нее. Это нельзя никак объяснить. Это Бог заложил. Вот это мудрость, которую Бог говорит, посидайте. Все дышащее дохвалит Господа. А вот что ты любил? Вот это любезное свое расскажи. Вот наш отец любил гусей. Он души вещал. Во-первых, много мяса и кормить надо меньше, чем куриц или уток. И вот у нас в Шарщино жили воронины. И там были утки. А мой брат Самуил учился в Шарщино. Ему утки понравились. И он к отцу пристал и давай мы обменяем. Денег-то нету на обмен. Но они нам дадут 4 утки, а мы 2 гуся. На тес да не надо, говорят, это нехорошо на обмен. Ну давай. Ну отец уступил. Больше гуси не водятся. Сразу стал падеж. И после этого у нас было гусих вон какие. 12 бывает 12 всех выходят до самой осени. Здесь как нету. 4 и те болтуны будут половина. Что это такое? Неизвестно. Я по сей день не знаю, как заколдовали. у нашей мамы в огородник все росло абсолютно. Кроме чеснока. Чеснок не рос. А почему? Когда первый раз садила, соседка крикала, у тебя, Мария, чеснок-то есть? Да есть. Дала. И дала, как будто сплавила. Как бы ни садили, у нее свои брюква и свекла и огурцы там, как говорится, оглобли. Бегаем, ребятишки в потемках. Мария, у тебя все растет так. Она говорит, все, да нет чеснока. Не знаю. Вот люди поэтому боятся и говорят, я что-то скажу, он от меня мой талант заберет. Тут не получится. Тут надо работать над этим. А он, говорю, сразу узнал, нет, потери лица. Одна девочка, она на музыкальном играла. Я не вижу, тут одна у нас чемпионка. У нее около ста наград. Да, играла. Вот. Я рассказываю про то, как она завоевала из всех таланта. Какой талант? И она девчонка-то там лет 12. Она говорит, талант у каждого есть. А остальное 5% таланта есть, а остальное пота. Какие бы таланты ни были. Вот сейчас говорят, кто лучше устраивается в жизни? Пятерышники или троечники? Троечники. Почему? А ему легко давалось. И когда он кончил это все, он дальше никакой не сойти, у него талант просто был. А дальше заубрить и нечего. И не может придумать что. А это троечник, он все думал, как запомнит, то другой смотришь, одно что-то задумал, другое. То памятники делает на кладбище, то хоронит, то еще что-нибудь. Есть такой фильм 12. Нестор услышит, он будет только на его тему. Вот так. Пошли дальше. Я к тому побуждаю, чтобы свои таланты развивали. Мне вот еще такой момент непонятный. Я Бог Авраама, Исаака и Иакова. Но в тот день, когда он говорил парисе, этим сабликеем, и говорит, я есть. Не был, а есть сегодня. Бог Авраама, Исаак Якова. Вот в этом смысле. Дайте спросить. Понятно. Вот я есть. Вот у меня, допустим, сын умер, я отцом остаюсь. Я говорю, у тебя нет его. Ты скажешь, был сын. был. Там чашечка. Был. Был у тебя сын. Я скажу, был сын. Но ты не скажешь, у меня есть сын. Я скажу, я отец. Ну, отставайся, отец. Хоть он умер, но я отцом остаюсь. Но ты говоришь, я отец его, я отец, но сына у меня нету. Его убили. Так вот если бы было бы написано, что Авраам, Исаак, Иаков, дети Божии, тогда есть дети. Тогда понятно. что Бог про себя говорит, да мог, ну... Вот так спорить не ащем. Тут подняние за счет, тут непонятно. Тут форма, как он, про прошлое и настоящее. Я к тому, что это мало доказательством бы являлось. Нет, почему нет. Так английский язык кто знает? Ты уже не будешь утверждать, что ты отец. Сколько времен существует? Ну, если у тебя сына нету. Три. А у антечея 12. Как же у тебя сына? Ну, был у тебя сын. Как 12, когда? Прошедшее, настоящее и будущее. А у них так, прошедшее, так я шел с ним сейчас. Я иду. Я не просто там скажу, I'm doing, там, в настоящий момент делаю. Вот это еще там фьючер добавят где-то. Но зато у них один падеж. У нас 6 падежей, да еще 7 звательные. Мы говорим, Боже, Боже, это... Нет такого Бога, Бога, Богу, а Боге, а Боже, это откуда взялось? А это звательный обращается, Боже. А у них везде одинаково. Спун, ложка одна, спун, ложки нет. У нас ложка, ложки, ложки, удалить ложкой, думать о ложке. А у них спун, 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 и пошел. Вот там английский язык, в семье, международный, он очень легкий. У немцев 4 падежа, а здесь 1 падеж. И они понимают это. А если 10 ложек, 10 ложек, да 10 ложками, у них нет. 10 спун, 10 спун, 10 спун, больше ничего не скажешь. И все понимают. И еще такое мысль. То есть вы сказали, что там будут всех тварей по паре. По паре, после Ноя уже в раю-то. А что по паре-то? Ну я так сказал. Я не знаю, я знаю только в Ноя в Ковщеке. Она не по паре. А в Ноя в Ковщеке это по паре из того, что Бог сотворил. По паре сотворил Бог для того, чтобы в надежде, что они потом будут размножаться. Там не будет размножаться. Значит, не по паре. Значит, там побольше, чтобы всем хватило, чтобы у меня собачка была, у вас тоже. Все так и понимают. В раме сколько было? Сколько? Мы не знаем. Мы только знаем одно, что они не умирали. Смерть вошла с человеком. Понимаешь, вот мы рассуждаем, когда наши рассуждения, они приземленные. Вот представь, Адам все грешил. Вот по человечеству. Мой сад. Ребенок за лес сорвал какой-то плод. Ну, там, груши, яблоко. Что я могу сделать ему? Ну, ухо набрали. Не ловил, ни ветки не отломил. Ну, единственное, что я ему за пазуху наложу больше и скажу, зови там Нюрку, Таньку, Маньку. Всем достанется. Здесь за это согрешение умерло уже больше ста миллиардов людей. Водами все умирают. Не просто, водами. Водами. Господь, да. Плод какой-то, миллиарды всех людей. Да, миллиарды. Триллионы рыб. Миллиарды разных зверей. Все стало. Все молекулы сделали. Смертными. Вот почему жертва Иисуса одна. Умер однажды. Достаточно, чтобы, если было бы сто галактик, и на всех звездах были люди, и все согрешили, жертвы Христовой достаточно, чтобы их искупить. Мы должны хотя бы соглашаться с теми мыслями, которые Бог вложил в это во все. А во Христе все живут. Слово все подчиняет все. То есть, возможность дана. А как это? Никак. Так вот, я беседую каждый день с этими, с мусульманами. У меня вот такого опыта не было, как я через часу летку набрался-то. Сейчас отсылать не надо, ему сказал, Вячеслав. Делайте, выходите, но не высылайте мне. Воскресное, ему больше не высылайте. И так, подняться, себе выставляйте. И у меня новые и новые наработки с ними. Вчера я беседую, я опять зато, а, эта книга, ты на что сказал так? Ты сейчас еще махнул? А я ему Библию показал. Библию. Так, ты будь свидетель. Он топчется на моей книге. Ну, сразу. Я говорю, у тебя я вот это показываю, раз, и мухаран. Это твоя книга, твоя. Ты признаешь, да? Сейчас я буду плевать на нее. Можем? Нет, надо руки вымыть. Пятое сура. С 47-й, 66-й, они о чем говорят? Они друг на друга, один спрятался. То есть, они не знают совершенно. Я говорю, там написано, мы, христиане, называемся люди писания. А писание в 7-м веке, это сказано не позже 7-го века. Ваша книга появилась в 7-м веке. Одна книга была, я показываю Библию. И там написано, мы люди писания, и Всевышний дал нам инжил. Инжил, то есть, Евангелие. И вы по нему должны жить, я по нему и живу. А в моем писании, по которому жить должен, написано, нет другого имени под небом, данного человеком, которым надежало нам спастись. Думайте, ребята, где вы находитесь? Если будете говорить не то, а даже явится Джибраил, то есть, Архангел кто-то, то написано, да будет ему Анафима. Галатам 1.8.9. Они сразу раз выпрещают. Я только перекрещусь, они как ковырем все падают. Но бывает до конца надежда. И что делать? Я тебя речку туда не зову. Вот я написал в книге, ты подчиняйся ей. Раз ты уже не можешь никуда. Но эта книга говорит, у нас писание, мы люди писания, хотя это слишком высокая оценка. Писание-то как раз в руках не было у людей. Я уж молчу про это. Пускай 5-5 потрудятся. Вот поэтому он знает. А я дальше начинаю с ним беседовать. Как считаете, у вас ваши книги-то похожи? Говорят, сильно похожи. Я говорю, ты знаешь, сколько разночтений? Каких? Ну, одно другому не соответствует. 5216. Это моя наработка. Я каждые суры, а я сравнился с священным писанием. 5216 расхождения. У нас Соломон. У вас Сулейман. Это один и тот же? Ну да. Запомним, Соломон и Сулейман один и тот же. Дальше. У нас Авраам, у вас Ибрагим. Это один и тот же? Один. У нас Давид, у вас Давут. Это один и тот же? Согласились? Все, слушайте. У нас с Соломона 3 книги. В Библии. У вас, в вашей книге, у Сулеймана, ни одной строчки нет. Почему? Если вы его признали, данные идут из Ветхого Завета, из трех книг даже одного стиха нету. Ни книги. Полное гробовое молчание. Почему речи Авраама ни одной не попало? У нас псалты, Давида, у вас ни одной строчки нет. А сегодня мусульмане берут псалтырь и по ней молятся. По ней молятся. Потому что самая грамотная. Почему своего нету? Не знаю почему. Да потому что ваш руководитель брал все на слух. Писания не было. Это 20-летний труд простого рабочего. Вот сколько он стоил-то. А там на пергаменте, терящая кожа, особая, выделанная. И как писали, из свиток на свиток. Когда у вас переделывали ее, ты не знаешь, о чем говоришь. Когда переписывали, а бывает, истрепится, то как только строчку написал, он пишет и вот так вот ведет. Ведет до конца, ты считал. Там написано 48 букв. И он считает 48. Если 47, дальше сразу тормозит. Какую букву я пропустил? А за ним еще проверка будет. Напротив каждой строчки написано, равняется 48 букв. Как можно пустить? Такой переписки нигде в мире не делается, как в Библии переписывали. Так переписывали. Поэтому, а если обнаружили ошибки, две или три ошибки, весь свиток уничтожается. Проверять больше не будут. Ну, как сейчас в Ютубе. Тебе третье замещание делать, тебя полностью канал рубят. Поэтому сиди тихо. Мне уже три раза делали замещание. Ни за что. Ну, я одну отбил, а две написал, никто не смотрел. Кололи быка. Вот его выводят, его привязали у Андрея. Это можно снимать. Но когда подошел мясник, Баркетан, и нож моткнул, а он лежал ногами, консультировал. Это нельзя. А дальше обдирает, дальше режет, мясо это можно. В другом месте игрища сделали в школе. Учителя все до нога раздеты. Десятиклассницы все. Вот ни одной нитки нет на них. И теперь что? Надо, чтобы друг на друга попали. Значит, канат дать, и чтобы тянули. И парни все, вот какое есть, со всем хозяйством. И я об этом рассказываю и говорю, что до чего дожили-то? А мне это вину. Вы поставили эти кадры. Ну, я поставил-то немного, показать-то где-то. А замещание действует два месяца. Если за два месяца, кажется, два? Ну, два, да. Ну, два, да. Да, одних. Они выносят порицание мне. Если за это время еще будет, то живое. А если вот вчера кончится срок, а у меня новое, то то уже не считается. То есть тоже умно. На меня один вышел и жалоба. Жалоба, что я украл ролик. А какой? По ГТУ идут занятия. Аудитория 410-я. Она за мной исчислится. Люди мои. А Иван Суворов приехал и снимал. Священник. Как это могло быть? Его фамилия Полос. 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 Это змей такой по ветвям лазит. Как он мог присвоить? Или я мог присвоить? Я тогда увижу, что ничего не помогает. Я на него все-таки вышел. Мне указали на кого. Я написал. Вы Бога не боитесь. Вы знаете, где эта аудитория? В каком корпусе? Нет. Аудитория за мной исчислится. Студенты, кто пришли, мои. Снимают мой аппарат. Как? Как теперь он не мой, а ваш оказался ролик-то? И он снял. Я говорю, это вам книги, он в подарок вышел. Да ладно, не надо. Ну, то есть, желая сделать пакость, но больше такого не было. Три было замечания, и все с меня сошли. Вот так. То есть, можно? Да. А почему именно семь лужей они привели к примеру? Вы думали, семь это полнота. В мире все на семь. И они знали об этом? Вот глазами смотришь, у тебя только семь цветов. Красный, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, синий, фиолетовый. Если ты ушами слышишь, доля, мифа, соль, синий. Нету. И на уши, и везде. У курицы парень делится на семерку, там сколько, 20-20. У голубя, женщина, беременность, все делится на семерку. Семь не... Вот находят, когда новые какие-то там дикари, новый год они там не справляют, а другие справляют в другое время, там в июле. Но есть три вещи, которые у всех народностей, у всех религий, одни и те же. Первое. Все верят, что был потоп. Значит, после потопа они разбрились с людьми. Все одинаково говорят. Дальше. Все религии верят, что будет страшный суд отмечать за все, что ты делал. И третье. У всех семидневная неделя. Количество месяцев, часов, все разное. Неделя семидневная. А почему? А в то время ничего и не было, кроме недели. Это сохранили. Семь дней. А не могли привести пример четыре мужа там или три? Ну, почему и мастер? Ну, вот, значит, не могли. Они уязвили. Сказали, мало четыре, а когда семи семерка, она как табу неприкосновенная. Евреи. Надо очень внимательно смотреть. Семь мужей. Мы знаем, тут в одной умер, а второй ее уже брать не хотел. Ну, еще было с ним. Откуда появилось это слово на букву О? Вот так. А то семер, да ее как ведьму бы боялись подойти. Какой-то осмодей их душит. Хотя бывало такое у Сары осмодей. Сосватывал ее, книга-то вид. И жених в брача-ночника выходит, он его крутанул, переломил ему хребет и все, задушил. А он как? Он не в постель бросился, а Сара? Давай поболимся. Я беру ее неудовлетворение не для секса, не для этого, а для помощницы, чтобы с ней умереть. Господи, ты нас благослови. Помолился, лег, а отец-то, который, тесто его, он опять слух, послал, иди, скажи, могилу выкопать и здоровьем. А один заглянул, они спят, спят и обнялись, живой, живой, на славу тебе Господи. А дальше уже началась разворачиваяся целая история. И достояние отдадут, и наказывают. Доченька, а ты пойдешь туда, у тебя будут старые родители. Ты слушайся. Отказы-то все какие были. Было сказано, Ниневия погибнет, сынок, Бог отвратил мне, но он все равно погубит ее. Рассказал Бог попозже, так и случилось. И он еще не умер, но услышал, как Ниневия была разрушена. Ее нельзя было разрушить, по-нашему сказать, высотой до небес. Ну ты знаешь, дом какой, сколько здесь метров? Ну три метра, больше-то нету. Ну четыре с половиной. Нашли скелеты в Индии. Мужской скелет лежит 18 метров. И при том о гигантах и в Библии сказано, когда саглядаты вернулись и говорят, там люди, как деревья. Не могли они на двухметровых сказать-то. А стены высотой до небес. И будто бы около ста метров высота стен была, никакая лестница не достанет. А они узнали, где вода заходит. Заранее выкопали там. Перекрыли, вода пошла туда, по этому проходу воина. А они там гуляют, царь. И в этот день, в эту ночь, царь Дарь был убит. Кто там, Дарь, это Волтасар. И был убит. И Дарь воцарился. Пал город. Известен. То с одного района, то с другого. Вот сейчас где, это, в Китае. Ну там один выступает, доктор-то, он посмотрел, ну да, вы думаете, что это какое-то болото, там малярийные комары, какая-то деревня, вроде потеряю в Китае. Я думаю так. Вы не знаете, что такое, там, Зайсиньцзян. Это город. Город, в котором 11,5 миллионов людей. 10 университетов. Там народу-то сколько? В Китае или миллиард? Миллиард. А сейчас заговорили почти 2,5. И вот там умерли люди. И они быстренько этот штамм узнали, что все закубырили. И в каждую страну, вот эту бациллу, отправляют кому надо. Идите испытывать, узнавайте, какое лекарство делаете. Какой умный народ китайцы. Не прятать стали, как у нас, не трожь меня. А ты наоборот бы. Что спит, это никого не касается. Это не стыдно ничего. А что узнали, на меня пальцем ткнули, то вот это не надо. Сатана все перевернул. Бог сделал так, что делать грех стыдно, а каяться не стыдно. Отдельно батюшка того нигде ничего не скажет. А сатана наоборот сделал. Грех делается без стыдства, а пойти на покаяние трудно. Это как Златонс говорил. Где надо стыдиться, когда грех предстоит? И вспомни. Вот кто видел королек птичка пивщая в Турции? Когда хозяйский сынок ее отдельно там около лестницы залучил, она только глянула, ты завтра что будешь? Он понимает, завтра его казнят. А он видит, она красавица, там ее в пустынном месте захватил. Он сразу руки опустил, отошел. Там играть не будут. Он мог, она же в его руках уже все опустела, она пошла. И там не будет просто так. Они на чужих жен скачут, а со своими. У меня одна переписывается, Наталья Усатая. Она говорит, это сын убежал, алименщик. Убежал, что ты будешь делать? Укрываются от элементов. Там не так. По всему миру розыск. Такого-то найти Иванов Порфирий. Его найдут. Его в наручниках привезут. И дома на площади будут драть, ленты вешать с него. Корми. Еще один раз бежишь, на месте тебя казнят. Игра, говорит, очень тяжелая. Она там живет, знает. Барнаулу порота. Барнаулу была. Один вопрос у ковару. Какой рукой воровал? Второй уже не спрашивает. А третий только голова. А у нас не знает, что с коррупционерами делать. А в Китае доказано, доказано. Его расстрелять не стреляют. В тюрьме заставляют работать, чтобы он оправдал патрон, который стрелять будет. Как стоимость патрона отработал, тогда его выводят. Дают проститься. Жена здесь плащет. Он министр. Министр труда. Показывает. Тут же его хлопнуло. Все. Сейчас если сделать, в Думе ничего не останется. Да они говорят, депутаты сидят. Вот ты смотришь, что Путин наступает в федеральное собрание два дня назад. Я не могу объяснить это. Как только я глянул, зашел. Там Матвиенко, как сидит это все. На душе до того тяжело и темно сделалось. Я не могу объяснить. Я помолился. Дальше считаю. 7 тысяч человек одобрили. Там 17 тысяч, или сколько, в два раза больше дизлайк вниз. И вот она, вся шпана собралась здесь. Какие они жирные. Посмотрите, какие лица у них загорелые. А Путин-то там говорит, сколько за детей. Скажу, у нас самый богатый Леша будет. Сейчас там 10 тысяч еще добавлять будут. Говорили, до 3-х лет, до 7-и, сейчас до 10-и, видимо, платить будут. По регионам. В Каннам регионе своя будет. А где, говорит, деньги возьмут они? А я думаю, вот с этих-то, которые сидят. Учитель получает 15 тысяч. Министр образования сидит, 3,5 миллиона в месяц. Ну как это там? Не будто бы зашел Сталин, поздоровался, здравствуйте. Товарищ Сталин, да заходите. Послушать все будете. Будем. Так, все, думаю, расстрелять. Думаю, здание это покрасит зеленый свет. А вопрос можно? Да можно. Иосиф Иосиф Иосифович, а почему он зеленый? Товарищи, благодарю, что по первому вопросу вопросов нет. Что расстрелять, а то все знают. Да, расстрелять. Почему зеленый? Поехали. Марка 12, 28, 34. Один из книжников, слыша их прения, прения под собрание. Он у них прения там тоже. Таня, приходит. Давай. Давай. Один из книжников, слыша их прения и видя, что Иисус хорошо им отвечал, подошел и спросил его, какая первая из всех заповедей? Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей, слушай, Израиль, Господь Бог наш, есть Господь единый. И возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем разумением твоим. Попросы отложи. А сколько всего заповедей-то было? Вообще десять. А? Десять. Десять. Сколько? Тут есть у нас врачи кто-то? Сколько костей в человеке? Двести шесть. Ребрышки. Всякие вот это, косточки. Ровно столько же их заповедей. Ага. Ну это весь Новый Завет. Вот как сделано. И какая наибольшая, наибольшая? И все они исполняли. Евреев. Вот у меня какой-то он там, 23-25-й. Написано, прикосновение к мертвым оскверняет человека. И они дальше говорят, а допустим так, я стоял, сидел на лошади, а ворона прилетела, кость в кладбище принесла и сбросила на меня. Я опоганился, опоганился. Так, а если вот так, она села на дерево, а дерево здесь, а ветки складились туда. И она так же косточку уронила на меня. Кто виноватый? Ворона или это? Это все записано. Если человек, еврей туда приехал, потеряю, и корову отдает, так можно давать или нет пасти? Говорят, если пастух один мужчина отдает, не давать, чтобы не изнасиловал корову. А если вдвоем, можно отдать, они друг друга выдадут. Какое у нас понятие о русском? А теперь, а еврейка устраивается на склад. Вопрос стоит, а как? Она должна узнать, ворота открываются куда? На улицу или куда-то? На задворке. И сколько там мужчин? Она говорит, я узнала шестеро. И ворота открываются прямо на улицу. Тогда можно. А если туда нельзя, изнасилуют. То есть они абсолютно мелочные, но зато они уже там не спорят. Вот я держу голубятню, и вот он держит, за комсомольским. А голубенка нашли где-то. Чей? Шагами мерить, для кого ближе. Так он оттуда. Мери шагами. Может, метром они мерили. Это было в России. Умер человек на меже. Что пишет, писатель-то? Тургенев или там. Стали спорить. Чей? Кому хоронить-то его? Странник умер на меже. И давай теперь измерять, где граница. Где он больше лежит? Там или здесь? Как потеряем какие-то хоронили когда. Где больше было? Доробряться? Поповцев или беспоповцев? Понимаешь, мы думаем мелочь сейчас, а по-другому нельзя. Этот вопрос все равно возникнет. Вот человек, проповедник, и впал в грех чужой женщины. Вот какие-то там... Ну вот ко мне приходит не кто-то сюда, а с Валей Барышниковой ее отец. Он ушел в пятидесятнике. У нас такой случай. Проповедник хороший, но впал он в грех. Что делать? За хвост, за бьяму. Он пусть проповедует, а у вас там собрания нет. Да кому проповедовать хочет? Малыш, вы не церковь. Ну, отлучить может на неделю, как батюшка. Может, сорок поклонов дать. Сделали, опять поймали. Да поймали только. Я был в Америке, и, говорит, у них там радио проповедник, и обнаружено было, и он признал, плащет в интернете сидит. Не в интернете, плащет. И за него вся Америка, говорит, да бросьте вы мучить мужика, ну мы ждем его проповеди, ну простите вы его. Его опять пустили, но он больше не попадал. То есть везде какие-то правила, у нас правил-то нет никаких. В церковь приезжает, какое правило? Вот я зашел, Никольский собор. Как заходишь, направо был киоск у них. Прямо внутри храма. И там службы не было. Она торгует. Я вижу, мужик рядом стоит, папироса дымящаяся в руке, в шапке, и рядом собака у него на поводке. В храме, внутри храма. А они видят или не видят? Не знаю. Я подошел мужику, говорю, в храме-то нельзя с папиросой. Соб, нельзя? А я не знал. Он сразу выходит. Я что сделал не так? Только я вышел за ним, слушай один выбегает, вы что ему сказали? Я говорю, сказал, что в храме нельзя в шапке стоить, папироса-то дымит, судя. Идите к своим баптистам, там порядок наводите. Баптистам, причем бил баптиста. Понятно, как за нами следят? Я говорю, я же ничего больше не сказал. Вот я сказал, идите к своим баптистам. А баптистам тоже это не разрешат. Какая первая из всех заповедей? Иисус отвечал ему, первая из всех заповедей, слушая Израиль. Шма Исраиль, кричат они. Господь Бог наш, есть Господь единый, и возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всею душою твоею, и всем разумением твоим, и всею крепостью твоею. Вот первая заповедь. Вторая, подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя, иной, большей сих заповедей нет. Книжник сказал ему. А вот смотри, подожди-ка, еще скажу, вот у нас батюшка, допустим, где-то стоит, или как-то прозорливый старец, к нему идут с вопросами, власий какой-то, и он отвечает, ну что, ты к матронушке съезди, там помолись, но у нас детей нет, вот пять лет живем, съезди. Другой сына потерял, не знаю где есть, ну ты там в крестный ход сходи, еще что-то. Стоит он, еврей, старый, и вот к нему подходят молодые. Вот мы поженились, все, а родители не хотят, чтобы с нами жить. У вас есть Тора, Писание, считайте Писание, Бог да благословит вас, а другой не благословляет. Друг ей подходит, она говорит, вот такой муж запился, я не знаю, что делать. Вот есть у тебя Тора, считай Писание, Бог все устроит. А тут военный пришел, у меня не лады там, что-то случилось. Есть Писание, у него ни одного другого ответа нет, у нас на сто вопросов ни один священник не ответит так. Он семинария не кончал. Вот и все. Что интересно, Иоанн нашел там ссылку делать на какого-то, и говорит, он все время говорил, смотрите в Писании, я подчеркнул, указал, какая разница, как радостно слышит. Другого нету. А вот там благодатный огонь, и вот поехать туда, Христос сказал, не там и не здесь, а во всяком месте. Они как будто этого не слыхали, не видали. И вот лезут туда, как хожу в ресторане, покормили. Да кормили там 10 раз дороже, что ты молчишь. И теперь ходят, они там видят, а вот здесь то-то, а вот это домик, а вот Лазарь, Лазареву пещеру, а там за деньги, которые рядом живут, закрыли, а нам охота в Лазареву пещеру. Они немного, там 10 долларов, заплати, запустим. Там везде, везде, везде деньги. Зря тебе не будут туда. И вот поехать надо туда, что видел, как видел. И там где-то такое место такое есть. Был алтарь, а потом разрушили. И пишет протоиерей. Ныне доктор богословия. Наш архиерей туда пополз, под стол, и я тоже. И у меня на грудный крестик я его опустил, вот и ямочку туда там. В ямочку опустил туда. То есть он энергетику там цепляет. Крестик. Это говорит человек, перед которым я всегда шляпу сниму, которой у меня нет. Почему? Это общая тенденция. Вот такие ноги отрезанные, вот так вот ноги отрезанные, ну и там, и митрополит стоит, щеточкой, вином поливают, а бак, наверное, шириной, как до стены, вот такой вот, круглый-то. И там воды сколько? И он отчеряет эти ноги, а пальцы скрища, ну или после, или как-то. Как только он сказал, все, как давить вначале друг друга, ведрами хватает, из бочки черпает. И комментарии, а куда они? Ну куда, заваривать суп, там то другое, теперь все. Это все выставлено в интернете. И как люди друг друга прямо вышвыривают, и которые корреспондент, он едва вылез оттуда, фотографирует. А обмывает ноги мертвеца. Когда к нему прикоснуться нельзя, ты осквернишься. И никто это правило не менял. А у них эта вода святая, как бы считается, да? У них как бы это, как за святую воду сходит, да? Ну свой экстракт, но только люди не написали куда, а ведрами каждый хватает, там большими банками, черпает через край, а присал такая, ну там сразу человек может 30 хватает. У нас святой у них. Ну вот у нас как за святой водой, тоже вот это больше. Ну заряди только мощи, слово мощи и сразу выплывет. Это не выдумка, это реально. Только поклонники, да? Давай. Даю. Вторая подобная ей, возлюби ближнего твоего, как самого себя. Иной больше из сих заповеди нет. Книжник сказал ему, хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного кроме Его, и любить Его всем сердцем, и всем умом, и всей душой, и всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв. Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему, недалеко ты от царствия Божия. После того, никто уже не смел спрашивать Его. Толкование. Мне сегодня ночью один пишет, я поляк, а живу в Литве, я советский человек. Ну, тут вся такая катавасия, я успешный очень, получаю там около 3500 евро, и я могу вам деньги скинуть сейчас, сразу, у меня денег много, но я, говорит, отчаялся, женой развелся, и сижу дома, и не знаю, что делать, просто, ну, интерес к жизни потерял всякий, сижу один дома, и плачу, ему 38 лет, но я же еще не старый, а на ваш ролик натолкнулся, и у меня надежда появляется теперь, ну, я ему ночью-то, не отвечать некогда, я ему сказал, ты выходи по скайпу там, вы только мне скажите, у меня на столе револьвер лежит, я уже проверил его, мои охранники, если еще со мной будет, они вам перешлют деньги, а я вам спешу, если вы это не просто кривляетесь, а то может какой-то сопляк за забором сидит сейчас, подделался, и игру эту вытворяет, а я сейчас деньги прошу, нет, вы завтра выйдите, выйдите на меня, ну, еще одна такая была, и вышла на Галину в рейске, и платье купила, показывает длинное, и потерявку собирается, и все, как попросили по скайпу выйти, сразу исчезло, и больше ни разу не появилось, а если у человека чисто, все вот она сидит, она нищим не скрывает, все есть, по своим именем, спросила, я ответил, так, так, у нас скоро дорога будет, мы потеряем, вы написали прошение, в министерство, я знаю, мне написало, 50 миллионов, что вы сказали там, ну, я забыл, все это, ну, и мне звонит этот, замминистра, неделю назад, две недели назад, я говорю, Хаким Тихонович, вот вы прошение, заявление, я говорю, не заявление, мы прошение, а вот требование, вы требование здесь, я говорю, мы не требуем, мы просим прошение, дорогу, вы знаете, здесь сейчас дорога, мы в Барнауле-то там, значит, это, ну, то, что запланировано, не успевают там сделать, не хватает денег, нету денег, я говорю, как денег, так денег-то полно у нас, где, я говорю, да по 12 миллиардов воруют, видели, говорю, Камазом из квартиры деньги вывозят, на Камаз грузят деньги, как, один миллиард возьмите у них, и нам хватит дорогу, сверху, боков еще позолотить, хватит, позолотить, точно, да, так нет, это меньше, там это, они там что-то вроде делятся, что-то, попросите, поделитесь, там один-то миллиард, значит, один километр дороги стоит 20 миллионов, я говорю, нам не надо, нам просто вот так насыпьте и сверху гравием присыпать, чтобы можно было, да, понимаете, эта вся земля, она частная, надо участников выкупать ее, ничего себе, я говорю, Крым без выкупа взяли, мы теряем 16 километров, какое выкупать-то, ну, я говорю, ну, я говорю, ну, вы отказали, отказали, нет, ну, мы не отказали, мы написали, что нет, ну, и ладно, мы будем возможности дальше искать, ну, сейчас обратимся к министру транспорта России, значит, нет, к этому, к лидеру, значит, Единой России, КПРФ, Жириновскому, там, Миронову, каждому это прошение, кто-нибудь да откликнется, может быть, я говорю, ну, это ваше дело, конечно, ну, вот, я вот, знаете, я вот сижу сейчас, и я не успеваю только писать ответы, что там, кто пишет, вот сейчас вот вам готовлю, ну, прислали письменный ответ на полном листе, описали все, там это, невозможно, наше, где мы просим дороги, там дороги нет, дорога есть, которая от нас до Корщина, там на карте есть дорога, а здесь дороги нету до Постепного. Да есть она, вот где, за этим-то, за озером-то. Нет, на карте нет. На карте. Там уже насыпь сделан на перестройке была. Это они врут. Миллионы, мы можем все до конца. А переезд сделать, от Дарьяна. Вот переезд только сделать, а там переезда вообще не надо делать, там все сделано. Нет, он говорит, у нас переезд рабочий, он потом, а правда рабочий у вас переезд, значит, он смотрит там по этому, по компьютеру. Рабочий переезд. Я говорю, рабочий переезд, там ничего не надо. Ну, надо на месте. Это сейчас что нам, если нанять? Там как проехать? Они как сейчас, только дорогу чистят. Ну что, нам, может быть, бульдозят, дорогу приедут. Я говорю, зачем деньги тратить? Вы прочистили с утра, к обеду ее уже заметят. Уже не проехать. Деньги экономьте на дорогу, говорю, дальше не надо тратить. Ну, а может с вами как-то встретиться? Я говорю, ну, пожалуйста, как-то можем договориться. Вот это вот за озером, которое дамба идет. Там береза уже на ней выросла. и они их выдерживают. Готовы, уже насыпаны. И началась перестройка. А которые делала там, дорожная организация-то, на всех наложили пени, забыли эти, скрипера, которые. Они их все перерезали на металл. А дальше-то у нас, дальше потеряевка идет, считай, до второго мостика эта, дамба-то. А это идет вплотную, подходит почти к этому несчастнику. Никакой выкупать не надо. Это все вранье. Она там, наступ, уже есть. Надо наступить. Ну, надо наступить. Сейчас до весны. Весной будет, сейчас ничего не проедешь, ничего не посмотрим. Ну да. Весной уже будет. Опять. Так вы, может, до президента, я говорю, до президента пойдем, потом будем, говорю, в международный суд. Будем, говорю, просить. Вон, водонок какие. Я потом напишу еще одно письмо. Я недавно писал Путину в Государственную Думу, Генеральному прокурору и Министерству юстиции. Заступился за свидетелей Иегова, что несправедливо их отняли у них все. Это несправедливо. А дальше начали сейчас баптистов теребить уже, незарегистрированных. А там до нас доберутся. Вы слышали этот? Когда Гитлер начал арестовывать коммунистов, я не заступился, я не коммунист. Стали евреев хватать, а я не еврей. Стали правосоюзных деятелей подбирать, а не правосоюзные деятели. А когда пришли меня арестовывать, уже никого не было. Так это все от нас зависит. Если мы решили сделать, то я думаю так написать. Владимир Владимирович, как мне видится, у вас хорошее отношение главой администрации Чечни Рамзаном Ахматовичем Кадыровым. Я правильно понял? А там главный проспект имени Путина. Я бы нигде больше не видел такого. Вы с ним дружите. Почему ему в чем-то не подражать? Не только у вас учиться, но и он не дурак. Почему он сумел запретить аборты во всей стране? Нигде больше этого нет. Сейчас говорят, платить надо за время перестройки. Уничтожено официально, которые аборты были. 120 миллионов. Миллионов. Это которые зарегистрированы. Да, о которых не регистрированы, а тому дело никто не знает. Так вот, во Второй мировой войне все страны мира вместе потеряли 55 миллионов. В утробе матери погибло две мировых войны. Он говорит, это одна из проблем. Потеряш сидит на первой скамейке. Это, понимаете что, это демографическая катастрофа, демографическая, демографическая. Ну и говорит. В 90-х годах у нас было на семью 1,19 ребенка. А сейчас уже 1,17. Это хорошо. А у мусульман стабильно идет. На каждую семью в среднем 8,1. Что непонятно-то? Как отец Дмитрий Смирнов поговорил, здесь другой народ будет жить. А этот народ, а зачем он нужен народ? Он и жил себя. И вот если я там кадры быстро меняю, сейчас рулетки, из 100 человек первый меня видит, еще не разговаривал сразу матерком. Из 100 человек примерно 95 матерками. То есть вся нация поражена засловием, сквернословием. Все. Кто бы он ни был. Женщина молодая, девчата, пацанята маленькие, все матерками. Бог не может бесконечно терпеть, не веша духу моему быть пренебрегаемым. Все, все. Да это все. Это не для вас. Я вас не кушаю даже. Достойно и таково и стекло, блаженитя Богородицу, кресть нам влаженную и пренепорожную, и Матерь Бога наше дом, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения с Ерафим, без искления Бога Слова росшую, сущую Богородицу Тя величаем. Помолище на праву. Господи, благодарю Тебя за прошедшие занятия, за день воскресный, за возможность собраться нам вместе. Говорите за это медное время. Дарю Господи нам и дальше собираться вместе, дальше находиться в единстве и свободе. Господи, слава Тебя за все. Веков веков. Ох, Господи, даже о мне не могу сказать. Стоишь рядом, около уха, и говорить не слышно. Так, кому вот это отдали, забирайте. Все. Загуляевы. 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 Они убежали. Мы туда занесем, положим. В них комната. Загуляев. 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 Загуляев.